Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на заключительной торговой сессии этой недели. Соответственно, последний рывок у нас. Традиционно замыкаем бедедневку. Нужно проанализировать тот новостной фон, который сложился за прошлую торговую сессию. Снова пробежаться по нашим излюбленным активам, на которые мы делаем каждодневную спекулятивную ставку. И я бы не сказал, что мы делаем это без особого сейчас позитива. Ну, то есть настроения у нас явно сейчас неплохие, поскольку, ну, разве что нефть у нас сейчас подводит. Вчера мы видели не совсем ту динамику, на которую настраивались. Точнее, большую часть торговой сессии нефть находилась под давлением, а потом развернулась по причине макроэкономических отчетов. А вот в отношении других рисковых инструментов, я думаю, что наши долгосрочные сценарии сейчас как никогда близки к полнейшей реализации. Потому что мы с вами по евро-доллару практически добрались до, не то чтобы практически добрались, мы коснулись поддержки 1.10. Для тех, кто принимал решение торговли европейским валютным активом ранее, с более высоких уровней, это, конечно же, был тот самый рубеж, по достижению которого можно было покинуть рынок. Но я сделал акцент на то, что мы сейчас наблюдаем не просто случайное ослабление европейской валюты, это вполне возможно зарождение нового коррекционного медвежьего тренда, который может завести этот инструмент гораздо ниже. Поэтому мы с самого начала стали исходить из более уже расширенных ценовых ожиданий. Что касается других инструментов, в частности, по фунту у нас также на сегодняшней азиатской торговой сессии складывается ощущение, что динамика коррекционная сохранится и дальше продолжится. По канадцу мы с вами добрались снова до сопротивления 1.33, который был нашей косрочной целью. И зафиксировали профит, и я думаю, что сколько раз мы уже добирались до этой планки с начала этого года, и касались, у нас были сначала скромные цели 1.32, 1.32, 1.50, потом замахнулись на 1.33. Я думаю, что мы можем отвезти канадцу чуть ли не, скажем, статуса нашего главного друга, потому что канадец помог нам заработать неоднократно, причем очень много. Начнем мы сегодня более детально изучать ситуацию на финансовом рынке, как и всегда, с рынка нефти. Хочу отметить, что в понедельник у нас традиционно состоится вебинар в 9, точнее в 16.30 по московскому времени. Если у вас есть возможности, соответственно, буду рад вас всех видеть. Мы еще раз пробежимся по основным событиям, которые имели место быть в ходе этой пятидневки. Посмотрим, какое движение позиционно мы наблюдали по основным инструментам, и подставим цели, исходя из содержания экономического календаря, ну и того, где мы закроем, собственно, эту пятидневку. Ну а теперь давайте переходить к бренду. Обозначим экстремумы дня. Минимальное значение 50.92. Это та коррекция, которая была показана на азиатской сессии. Вы помните, в ходе нашего вчерашнего утреннего брифинга мы с вами говорили о том, что снижение идет, и это снижение может быть продолжено. Вот действительно, коснулись мы минимального уровня 50.92, поскольку ралли было совершенно очевидным, выраженным уже с утра, мы замахнулись на то, что бренд может коснуться их поддержки 50 долларов за баррель. Но, к сожалению, в игру вступила статистика по данным запасам и по объему производства углеводородов в рамках американской экономики за прошлую неделю. И спутала нам все карты. Поэтому вторую половину дня мы наблюдали обратную динамику. Наибольший спрос на актив, собственно, пришелся после выхода данных по запасам в 18.00 по московскому времени. И это в целом позволило бренду закрыть день на повышательной ноте 51.96. Сейчас этот инструмент торгуется на отметке 52.19. Говоря про основной макроэкономический релиз, который касался рынка нефти, это данные официального характера, которые следуют за отчетом от Американского института нефти, данные от Минэнерго по объему производства добычи нефти за прошлую неделю и по запасам. Начнем с позитива. Поскольку по АПИ мы увидели то, что запасы за неделю выросли, это произошло впервые за последние 6 недель, это позволило нам логичным образом предположить, что, скорее всего, увеличение запасов мы увидим и по официальным данным. Так оно и случилось. Плюс 4,9 миллиона баррелей. Это, по-моему, первый рост чуть ли не с августа. То есть явная временная перспектива, которая отслеживается совершенно очевидно. И в любой другой, наверное, ситуации, если бы у нас не было каких-то нейтрализующих фундаментальных факторов, мы бы смело смогли использовать статистику по увеличению запасов для того, чтобы оправдать коррекционные ранни. Но этого вчера не было, потому что параллельно с отчетом по запасам вышел еще релиз и отчет, который указывает на объемы добычи в США за прошлую неделю. И, согласно этому отчету, добыча снизилась на 36 тысяч баррелей в сутки до общего показателя 7,9 миллиона. Чтобы вы понимали, это действительно низкое значение. Это минимальный уровень с июня 2014 года. Лично я был крайне удивлен наблюдать данные по сокращению производства нефти тогда, когда мы уже на протяжении нескольких месяцев констатируем увеличение количества сланцевых боровых и платформ. На текущий момент их число составляет уже 428. И пока что сланцевые производители, даже несмотря на факт того, что они снова раскупорили этот рентабельный с учетом высоких цен на нефть бизнес, они никак не повлияли на объемы производства. Есть версия, что сланцевые производители могут сказать, не могут, а скажутся на той статистике, которую мы с вами анализируем, точнее увеличение их числа спустя квартал. Если это так, то нам придется подождать чуть ли не до конца ноября, чтобы увидеть первые оголоски влияния роста количества терминалов на те фактические цифры и объемы по производству. Ждать мы с вами точно умеем, поскольку подходим к оценке финансовых рынков и перспектив активов с фундаментальной точки зрения, которая априори подразумевает долгосрочный подход. Если нам нужен фундаментальный еще один фактор, чтобы оправдать наши коррекционные идеи, мы будем ждать этой самой поддержки, поскольку знаем, что рост количества платформ непременно скажется на объеме производства. Вот интересное наблюдение со стороны Goldman Sachs. Исходя из приближенной географической оценки, сейчас в США завершился период природных катаклизмов, сезон ураганов. И по мнению Goldman Sachs в ближайшие месяцы, то есть до конца 2016 года, мы смело можем ставить на то, что количество и прирост платформ сланцевых будет идти гораздо более высокими темпами. И Goldman Sachs считает то, что 2016 год мы закроем по объемам, опять же, платформ на уровне выше 460. Если это так, то, конечно же, производство будет логичным образом увеличено, что окажет давление на позиции нефти. Я считаю то, что, может быть, более убедительной идеей сейчас все-таки будет оставаться скепсис в отношении тех договоренностей, которые могут быть якобы озвучены к концу 2016 года. То есть, вы знаете, что в Вене в ноябре соберутся нефтепроизводители стран в рамках ОПЕК и будут обсуждать те цифры, которые сейчас являются основой по текущим уровням добычи. Мы с вами уже ориентируемся на то, что, несмотря на потенциальные договоренности, все-таки ОПЕК вряд ли будет придерживаться и соблюдать эти квоты. Что в целом, если и повлияет на рынок, то в плане договоренности как косочно, я имею в виду позитив, но долгосрочный подход будет оставаться неизменным. И если рынок все-таки осознает тот факт, что до сих пор действительно стоящих аргументов для роста котировок нефти уже тем более выше 55 долларов за баррель нет, как только это осознание придет, значит мы увидим ту самую коррекцию, на которую мы с вами настраиваемся. Сегодня у нас отчет Бейкер-Хаджес в 20.00 по московскому времени. Мы видим то, что трейдеры очень чувствительны к релизам и к статистике, которые публикуются в рамках, собственно, рынка энергоресурсов. И Бейкер-Хаджес это как раз тот отчет, который может стать причиной более повышенной волатильности. Поэтому увеличение числа платформ будет выступать под конец сегодняшней торговой сессии фактором давления на котировки бренда. И я еще делаю параллельную ставку на то, что сильный доллар, который сегодня активно набирает позиции против иены и уже торгуется выше 104, может поспособствовать еще большему давлению на котировки черного золота. Поэтому цель на конец этой недели, несмотря на то, что актив сейчас торгуется выше отметки 52.19, то, что бренд закроет неделю ниже уровня 52 доллара за баррель. Дальше все будет зависеть от настроения по факту приближающегося заседания ОПЕК и по факту следующих макроэкономических отчетов. Но я думаю, что переписать вероятность того, что мы перепишем максимумы понедельника, крайне низко. Рубль 62.96. Торговался уже и выше 63, то есть поддержка 62 находится все дальше и дальше. Это успокаивает, поскольку буквально некоторое время назад были опасения того, что ОПЕК сможет закрепиться ниже. Но пока этот рубеж удержался, оправдал наш с вами подход того, что девальвация неизбежна. И ниже этого рубежа ОПЕК не пустит, в том числе и сам Центральный банк. Все мы понимаем по причине следственной связи, достаточности показателей бюджета и рублевой стоимости баррелей нефти. Поэтому мы продолжаем делать ставку на то, что рубль будет торговаться выше отметки 63. Наша цель прежняя 65, это как минимум. Евро против доллара. Сейчас котировки 1.10.26. Мы видели то, что поддержка 1.10 была подвержена тестированию, но евро не смог провалиться ниже. Точнее доллар не смог найти силы, чтобы продавить этот актив ниже. Но здесь стоит безусловно сказать, что уровень очень крутой. Для того, чтобы его наскоком удалось взять, нужно, чтобы доллар подгонялся стоящей, фундаментальной поддержкой. И, кстати говоря, сегодня эта поддержка может прийти, поскольку у нас еще на повестке заключительные сессии. Данные по рыночной продажам в 16.30 по 15.30 по московскому времени и в 20.00 по Москве. У нас в 20.30, прошу прощения, выступление Джанет Йеллен, которая замкнет пятидневку и обязательно будет говорить про перспективы денежно-кредитной политики, отталкиваясь от публикации последних протоколов. Нам нужен еще сигнал со стороны непосредственного руководителя о том, что американский регулятор по-прежнему придерживается идеи все-таки готовности американской экономики к повышению процентных ставок. Поэтому, если рыночные продажи не подведут, если Джанет Йеллен выскажется в жестком ключе, пара евро против американца сможет преодолеть поддержку 1.10 и закрыть неделю ниже текущего рубежа. Из статистики вчерашнего дня, индекс потребительских цен в Германии в годовом выражении 0.7, в месячном 0.1, без изменений, отсутствие негатива совершенно очевидно, поскольку мы с вами привыкли наблюдать снижение инфляционных ожиданий. Но то, что статистика осталась на более-менее нормальных уровнях и якобы позитив для евро, мы понимаем то, что европейская валюта сейчас в целом старается, ну точнее не старается, а вынужденно игнорировать макроэкономический фонд национального характера, потому что определяющим фактором для ее движения выступает доллар. Поэтому мы и до этого видели хорошие данные, но евро все равно валилась. Из-за чего? Потому что доллар рос. Вот вчера доллар чуть ослаб, евро воспользовалась этой каркасочной передышкой и смогла, собственно, прибавить в стоимости. Сегодня доллар опять растет, евро снова снижается. И вот эта корреляция в динамике валют будет сохраняться и дальше, потому что каждый раз, когда мы говорим про рост доллара, мы смело можем подкрепить эту динамику фактом расхождения доходности облигаций. И если вы сейчас посмотрите на уровень разницы, он постепенно продолжает увеличиваться, что, как и ранее, делает большую ставку на инвестирование в американские активы, которые номинированы в долларах, что оказывает поддержку, соответственно, американской валюте. Вчера еще из интересных сообщений можно отметить прогнозы Reuters. Они буквально в смысле размыли такой информационный фон по целому ряду регионов. Но чтобы далеко не отходить от еврозоны, хочу отметить то, что по мнению Reuters в декабре Европейский Центральный Банк сообщит о том, что продлить действия программы количественного смягчения за марта 2017 года. Что касается инфляции, то еврозона в лучшем случае может рассчитывать на 0,2% по индексу потребительских цен к концу 2016 года, ВВП 0,3% и в 2017, что бы ни произошло в плане чудес позитивных, вряд ли экономика вырастет больше, чем на 0,4%. Я думаю, что это плохие прогнозы. Я думаю, что вы со мной согласитесь. Это, опять же, слабые данные, которые оставляют открытый вопрос новых экономических стимулов и будут поддерживать идею расхождения монетарных курсов политик Европейского Центрального Банка и, соответственно, ФРС. Поэтому евро у нас будет оставаться в числе аутсайдеров. Мы ждем валюту гораздо ниже текущего значения. Доллар японская иена вчера ослабла. Наибольший ущерб доллару нанесла азиатская торговая сессия и выход данных по китайской статистике. В частности, данные по импорту и экспорту. Вы все прекрасно видели. Экспорт просел больше, чем на 10%, импорт потерял больше, чем 2%. Это тот макроэкономический фонд, который снова вернул на рынки опасения по поводу перспектив экономического роста. И, разумеется, эти панические настроения привели к повышенному спросу на валюты убежища, к которым традиционно относится японская иена. Поэтому доллар был вынужден отступить. Слабость доллара тут же поддержала позиции рисковых инструментов. Вот у нас подросли и евро, и фунт в рамках вчерашнего дня. Но вот сегодня от их роста уже практически ничего не осталось. Доллар спешно набирает позиции, потому что свежие воспоминания по последнему отчету по заявкам на пособие по безработице. Напоминаю то, что мы еще недели ранее получили очень сильную цифру 246 тысяч. Точнее, двумя неделями ранее. На прошлой неделе 246 тысяч. Эта оценка была подтверждена. И получается, что у нас показатель ниже 300 тысяч уже 84 недели подряд. Это лучшая статистика по американскому рынку труда за последние 43 года. Италлический вопрос. Как вы думаете, сектор восстанавливается? Ну, безусловно, он восстанавливается. Поэтому каждый раз, когда у нас есть возможность оценить позицию отдельно взятых представителей ФРС по поводу национальной экономики, все просто в едином порыве указывают на то, что этот сектор является прогрессирующим стимулом, катализатором для принятия решения о повышении процентных ставок. Вот вчера, после выхода отчета по заявкам на пособие по взработице, выступал еще представитель ФРС Харкет, который, собственно, сделал акцент снова на то, что решение по нормализации денежно-кредитной политики до конца 2016 года является положительным. США к этому готовы. И вообще не нужно сомневаться в том, что в декабре в ходе заседания ФРС анонсирует еще одно повышение ставок. Безусловно, это вдохновило доллар. Сегодня мы видим, как этот новостной фон резонирует и дисконтирует в стоимости даже лучше, чем вчера, выше 104, 104,08. Но я думаю, что мы можем рассчитывать и делать ставку на то, что восходящее движение продолжится. Тем более, что у нас в перспективе в ближайших часов хроничные продажи, и, как я уже сказал, замкнет торговую сессию выступления Джанет Елен. Я жду поддержки для доллара как от первого отчета, так и от риторики председателя американского регулятора. И надеюсь, что мы сможем закрыть неделю по USD иене выше отметки 104,5. Фунт против доллара. 1,22 сейчас котировки. Фунт снижается. То есть вчера, опять же, повторюсь, слабость доллара стала причиной роста фунта. Никаких других факторов на рынке поддерживающих не было. Фунт остается аутсайдером. И в этом не нужно сомневаться. 1,20 это 100% уровень, до которого пара доберется. Хотя, вы помните, мы позволили себе поставить более глубокие ценовые ориентиры. Например, снижение в районе 1,18. Почему бы нет? Картина ни грамма не изменилась. Все продолжают говорить о процедуре жесткого выхода из состава Европейского Союза. Все продолжают говорить о критике, которая идет со стороны прочих европейских стран. В адрес Тереза Мэй по поводу ее вектора против, опять же, миграционной политики ранее, которой руководствовалось руководство. И на текущий момент мы понимаем то, что против фунта, помимо политической неопределенности, будет действовать еще и сильный доллар. Хотя, наверное, именно политическая картина будет первоочередным и приоритетным фактором. Отмечу также еще вчерашний комментарий Рейтерса, прогнозы по поводу роста английской экономики. На самом деле прогноз, мягко говоря, неутешительный. В 2017 году лучше, на что может надеяться Англия. Это 0,8%, очень плохая цифра. И, по мнению Рейтерса, опять же, есть возможность либо в ноябре, либо в декабре увидеть еще одно снижение процентной ставки в рамках Англии на 0,15%, то есть до 0,1%. Еще один агрессивный стимул, который может стать причиной дополнительного давления на позиции британской валюты. Ждем снижения, ждем, что сегодняшняя торговая сессия будет закрыта по фунту ниже отметки 1,2150. И, собственно, ждем продолжения такого же коллекционного ралли и в ходе следующей недели. USDCAD 1,3215 сейчас. Мы после тестирования планки 1,33 свалились практически на 100 пунктов. Я рекомендовал сразу же выйти из этого актива, когда мы доберемся до цели. Надеюсь, вы воспользовались этой рекомендацией. Предлагаю пока взять локальную паузу и канадцам не торговать. Австралиец 0,7514 против доллара. Здесь уже буквально один шаг, чтобы оказаться ниже нашей среднесрочной цели 0,75. По новозеландцу 0,7095 сейчас котировки. Ждем тестирования поддержки 0,70. USDCAD планомерно мы приближаемся к паритету. Хорошая статистика по штатам. Сегодня позволит паре USDCAD закрытие неделю выше уровня 0,99. евро с висей 0,90 сейчас, точнее 1,09 котировки. Как и ранее, рекомендую занимать длинные позиции, потому что есть возможность, опять же, прокатиться на потенциальных действиях со стороны Национального банка Швейцарии, которые готовы, в случае чего, прибегнуть к интервентному вмешательству, чтобы не позволить, собственно, европейской валюте укрепиться еще сильнее, точнее национальной валюте. Что касается основных отчетов сегодняшнего дня, в 15.30 роничные продажи по штатам. В это же время выйдет отчет по индексу цен производителей. Это опережающий фактор будущего показателя инфляции. Очень важный релиз. Также в 20.00 статистика Baker-Hudges по количеству платформ, и в 20.30 выступает Жанат Йеллин. Как я уже отметил, ждем поддержки для доллара и ждем то, что американская валюта сегодня снова будет на коне. Кодовое слово на сегодня Сланец. Величина бонуса 12%. Действует он сегодня, суббота и воскресенье. То есть до следующего брифинга, который состоится в понедельник в 9.30 по московскому времени. На этом, собственно, все. Если есть вопросы традиционные, можно оставлять на нашем канале на YouTube под видео окном. Также оставляйте ваши комментарии. Ну и не забывайте ставить лайки. Они имеют очень важное значение для каждого спикера. Для меня в том числе. Большое спасибо за внимание. Хороших вам выходных и хорошего закрытия текущей недели. Увидимся на следующей. Всего доброго. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok